Приветствую! Неделя выдалась насыщенной яркими заявлениями политиков. И все они такие, знаете, вот четкие, прослеживается единая линия партии в этом. Напомню, президент говорил о том, что будем бороться с коррупцией, и всех коррупционеров мы накажем и посадим. Потом вышел подоляк и сказал, ребят, если кому-то что-то не нравится, купите справку ВЛК и скатертью дорожка. И тут выходит Арахамия и говорит, но-но-но, кто купит справку ВЛК и уедет, мы вас экстрадируем. Ребят, ну вы определитесь уже, а то вы там не можете между собой договориться, какая линия партии основная, а мы тут все в растерянности, мы не знаем, покупать справку ВЛК и выезжать, не покупать, что нам делать, вообще не понимаем. Ну а если серьезно, по поводу заявлений и президента, и подалека, у меня есть видео, ссылочку на них оставлю в описании. А здесь мы поговорим именно о заявлении Арахамии, о экстрадиции тех людей, которые выехали по поддельным документам, либо же по документам, которые они, скажем так, купили, да, то есть покупные справки ВЛК, покупные документы о инвалидности. И вот поговорим о том, насколько вообще реальна экстрадиция этих людей, и вообще это предусмотрено или нет. И отвечая на последний вопрос, да, да, предусмотрено, предусмотрено международными договорами Украины о правовой взаимопомощи, которую она заключала с другими странами. То есть сама идея экстрадиции, да, рабочая, да, возможно, но сама процедура экстрадиции очень сложна, и есть много условий, которые нужно соблюсти. И, естественно, здесь в Украине должно быть уголовное производство в отношении человека, должно быть вынесено ему уже подозрение в совершении преступления, и только тогда можно передавать соответствующие документы и соответствующий запрос в другое государство. А там тоже есть свои процедуры разрешения этого вопроса. Но для того, чтобы не занимать ваше время, мы не будем разбирать полностью эту процедуру, потому что это может занять там и час, и два. Мы поговорим о другом. Мы на примере одного соглашения разберем основания для отказа в экстрадиции человека. На экране вы сейчас видите договер между Украиной и Республикой Польши про правовую допомогу та правове видносины у цивильных и криминальных справок. Я взял за основу именно это соглашение, потому что значительная часть наших граждан выехала в Польшу и, безусловно, находится там, и их это интересует. И ссылочку на это соглашение я оставлю в описании к видео. Вы сможете ознакомиться с ним в полном объеме. А мы посмотрим с вами только одну статью. Это будет статья 61, которая называется «Видмова про выдачу». И здесь, соответственно, есть вот эти основания для «Видмовы» выдачи. Что мы тут бачим? То есть, если гражданин Украины является еще и гражданином Польши, то Польша его уже не должна выдавать, потому что он, соответственно, ее гражданин. И обратите внимание на право притулку. Здесь, конечно, огромный вопрос. Для меня есть атымчасовый захист и притулок в данном контексте. Равносильны или нет? Но это уже, конечно, вопрос не ко мне, а вопрос к польским адвокатам, которые являются, соответственно, специалистами в законодательстве Республики Польша. Второе основание. Злочин был вскочен на территории запитыванной договорной стороны. Никого это не касается, потому что мы не могли это преступление купить справку ВЛК в Польше. Третье основание. И это тоже вопрос, это основание, по которому человека могут не экстрадировать. Но чтобы разобраться в этом вопросе, нужно знать уголовное законодательство Республики Польши. И там могут, соответственно, сроки давности отличаться от наших. И, соответственно, если по законодательству Республики Польша сроки давности уже прошли, то человек не подлежит экстрадиции. Четвертое основание. На территории запитыванной договорной стороны проти особи, что до какой подано клопотание про выдачу за те самые деяния, проводится криминальное расследование. Або вынесенный вырок, что набрав законные силы, або проведение по справе было закрыто на законной подставе. Ну, это маловероятно, да, не могло быть у людей на территории Польши уголовного преследования за подделку документов, которые они подделали в Украине. Далее, пятое. Криминальное расследование распочинается только за приватную заяву по терпилогу. Данное основание тоже нас не касается, потому что, когда мы говорим о подделке документов, это публичное обвинение, и данный пункт не работает. Злочин мая политичный характер. Ну, тоже не работает, да, если вы подкупили кого-то в ЛК, дали ему денег, это точно не злочин, який мая политичный характер. А вот седьмой интересно. Злочин полягаев выключено у порушений військовых обовязков. И вот в этом месте кто-то такой, ух, выдохнул и расслабился, и говорит, стоп, если злочин полягаев выключено у порушений військовых обовязков, а меня же называют сейчас везде СМИ, называют уклонистом, да, за то, что я выехал, значит, я не подлежу экстрадиции. Но так ли это на самом деле, по законодательству Украины, однозначно нет. Почему? Потому что людей, которые выехали по, скажем так, купленным справкам ВЛК, да, их будут обвинять в другом. Их будут обвинять, скорее всего, в передаче неправомерной выгоды служебному лицу и в использовании поддельных документов. А это другое, как вы понимаете. Но здесь, конечно, у меня есть, знаете, такой вопрос, вот и интерес. А смогут ли польские адвокаты доказать в этой ситуации, что человек купил справку ВЛК, например, и выехал по ней для того, чтобы совершить військовый злочень, для того, чтобы уклониться от воинской обязанности. Вот это интересно. И я думаю, что, наверное, будут адвокаты, которые смогут это доказать. Но, будет это или нет, покажет практика. Возвращаемся к нашему соглашению и смотрим пункт 8. Вона, тобто выдача, приведет до порушения публичного порядка обозагальных принципов законодавства. Ну, мне, честно говоря, не думается, что такая выдача нарушит общие принципы законодательства Республики Польша, да и других наверняка стран. Хотя, опять же, опять же, есть интересный вопрос здесь. В Украине идет война. Кто-то сейчас опять скажет, она не объявлена и прочее. Неважно. В этом контексте нам неважно. Идут боевые действия. И гибнут люди. Ракеты летят по всей стране. Да, то есть, не только там каким-то узким кругом территории ограничены боевые действия. Ракеты летят по всей стране. И вот вопрос, конечно, уже у кого-то возник. А смогут ли выдать в страну, где идет война? Так вот, если мы еще раз посмотрим эту статью. Вот она, 61-я. Первая, да. Вот она. То мы видим, что здесь... Вот я сейчас уменьшу, да, чтобы ее, может, полностью было видно. Ну, если ее вам видно, конечно. Вот так, да. Вот полностью ее видно теперь. Здесь нет оснований, связанных с войной. То есть, данное соглашение не рассматривает ни боевые действия, ни состояние войны, как основания для отказа в экстрадиции. Перед тем, как мы подведем итоги. Насколько это быстро? Это, безусловно, возможно. Но процедура очень небыстрая. Конечно, кстати, да. Здесь нужно сказать о вопросе, мол, а как докажут? Как докажут, что я купил справку? Да, если я уже ее купил, выехал и там уже полтора года живу в Украине. Ой, в Украине, а там в Польше, в Германии, где-то еще. Докажут. Есть методы, поверьте. И один из самых простых методов, знаете, что будет? Ваши переписки. При том, что мы думаем, что никто эти переписки не хранит, но практика показывает, что люди хранят переписки. И даже если вы у себя удалили, то у того человека, с которым вы могли переписываться, да, там, глава ВЛК, кто-то еще из ТЦК и ИСП, мог сохранить переписки. И правоохранительные органы уже знают о том, что вы купили вот эту справку ВЛК. И за сколько вы купили, и когда. Поэтому не переживайте по этому поводу. Доказать возможно все. И опять же, не всегда документы есть в личном деле, да, которые могут подтверждать. Поэтому там, знаете как, при вот этих делах мы-то думаем, что люди, когда берут там такие деньги огромные, да, там по 10 тысяч долларов, мы слышали. Мы думаем, что они там все делают красиво, документики делаются и все. Я вам скажу, там очень часто вообще ноль сделанного. Ноль. То есть, когда начнут проверять, окажется, что единственное, что есть, это вообще справка ВЛК. А, ни осмотров нет, ничего больше, вообще ничего. А просто человеку выдали справку ВЛК. Непонятно на каком основании. Так что доказать и открыть уголовное производство смогут. И вручить подозрения смогут. Объявить подозрения, если не вручить. Вот. Ну, понятно, это дело не быстрое. Это все затянется на месяцы. Это все затянется на месяцы, а может и на годы. Потому что тот объем документов, которые нужно сейчас правоохранительным органам проверить, он просто огромнейший. Он просто огромнейший. И никто, понятно, под это дело не будет расширять штат правоохранительных органов. А с учетом того, что они и так загружены, затянется это надолго. Но главное, вы должны понимать, это реально, это возможно. Основание для отказа в экстрадиции мы с вами увидели. Думаю, что на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.